Я освящаю всякое человека, ведущего мир за замен, цена свет лица Твоего. Да в нем уже свет непреступный, исправи стопы наших дел, не заповеди Твоих. Молитвами причистия, Своей Матери, всех святых Твоих. Аминь. Стронной моей воде победительная, яко избавшись от злых, Благодарственная воскресуем Ти, раби Твоей Богородице, Но я поимущая державу непобедимую, от всяких мазбецов в обеда зовем Ти, Радуйся невеста ненебесная. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресны, в обе Тебе побои. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами причистия, Своей Матери, всех святых, помилуй и спасет нас, Яко благо человека любец. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того Я пред Отцом Моим Небесным. Ивангелие от Матфея, 10 глава, 32-33 стих. Из беседы святителя Иоанна Златоустова. Для чего же Он недовольствуется только сердечной верой, но еще требует и устного исповедания? А для того, чтобы побудить нас к дерзновению, к большей любви, к усердию и возвысить, почему и говорит ко всем вообще, а не разумея здесь одних только учеников. Не их только, но и учеников их старается Он сделать мужественными. Кто будет знать это, тот не только будет учить других с дерзновением, но и претерпевать все легко и охотно. Это многих из тех, которые поверили этому слову, привлекло к апостолам. И отвергшиеся в муках подвергнутся большему томлению. И исповедавшие в блаженном состоянии получат большее воздаяние. Когда праведник продолжительностью времени усугубляет свои приобретения, и грешник в отсрочке наказания думает находить для себя выгоду, то он равносильное или еще несравненно большее предлагает воздаяние. «Ты обрел боли для себя, — говорит он, — за то, что ты первый меня здесь исповедал. И я, — говорит он, — обогащу тебя боли, когда дам тебе, и дам тебе боли, и несказанно боли, так как я тебя исповедую там». «Видишь ли, что там предуготовлены и награды, и наказания? Что же ты заботишься и беспокоишься? Что ищешь здесь воздаяние, когда ты можешь быть спасен только надеждой? Поэтому, если ты сделаешь что-нибудь доброе и не получишь здесь за то воздаяние, не смущайся, в будущем веке ожидает тебя за это сугубая награда. Если же сделаешь что-нибудь худое и останешься без наказания, не ленись, там посинит тебя наказание, если только не переменишься и не сделаешься лучше. А когда не веришь этому, то из настоящего заключай о будущем. Если еще во время подвигов исповедники бывают так славны, то подумай, каковы они будут во время раздаяния венцов. И если даже враги прославляют их здесь, то не возвеличит ли и не прославит ли тебя человеколюбящий из всех отцов, когда будут возданы и награды за добрые дела, и наказания за злые. Потому отвергшиеся и здесь, и там будут мучиться, а исповедующие вот здесь получат великие награды. Аминь. С миром Божьим.